Я приветствую всех, кто сейчас слушает и смотрит канал ГРТ. Дмитрий Кройтер, сегодня в нашей студии. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вам, добрый день всем вашим слушателям и телезрителям. Дмитрий Васильевич, Узн Заман Тюркия дэйдэнэс. Бүнкі гүнде түрлі себеплэра гөре Гагаузиериндэ, анатопраэнэзда болуэрсэнэсэнэсэнэсэнэ. Еминэм, бүндэн кэсметлэйсэнэсэнэсэнэсэнэсэнэ. Чок кэсметлэйм. Нечиндэйм кэди топраэмда болуэм. Кэди евэмдэ чадэрэдэ ясээрм. Кэдэмээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует... 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 Мы, мы два иллюзо, мы по-другому декоративному цену 1 млрд долларов. И в 2022 году, Молдова и Тюркей, оборудование по-другому декоративному цену 1 млрд долларов. Мы по-другому шедевизуны. Мы по-другому делали. Но это очень неплохо сказать, но это очень легко. Продолжение следует... 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 Ставим Селоми, сегодня Тюркия, Молдова-то 1200 шеркет çalışıyor. 1200 kampanya Молдова-то çalışıyor. Bu шеркетlerin arasında küçük de var, orta da var, büyük de var. Bunlar hepsi bizim halkımıza, Молдовалу-лара, Гагавуз'lara onlar Молдова-то iş верerler. Hem yardımcı olayla bizim бюджетimizi daha büyütme. Bu çok önemli iş. Bundan Sanayi Armani bugün daha önemli bir şey yok. Biz biliriz, Moldova'nın nüfuzu 2.600.000 kişi kaldı sadece. 15 sene önce 4-4.500.000 bugün 2.600.000 kişi kaldı. Neden bizim halkımız buradan kaçıyor? Neden bizim insanlarımız buradan giderler? Onlara yok iş. Biz lazım çalışalım yapmaya öyle. Bizim insan buradan bir yana gitmesin, onlara iş burada olsun. Analar, babalar çocuklarından barabar yaşasınlar. Çocuklar da anıyla, babayla burada büyüsünler. Olmasın öyle. Hani anası bir tarafa gitmiş, babası başka tarafa. Çocuklar babusundan, dadosundan sadece kalmışlar. Nasıl büyüyorlar? Kimse onlara bakmıyor. Biz değerse yapmaya öyle. Hani bizim halkımıza iş burada olsun. Bunun için Türkiye'de bu 3 yılın içinde çalıştık. Hani Moldova'da yatırımcılar gelsin. Çok çok şirketler. Gagavuzia'da gönderdik. Onlar baksınlar, karar versinler. Hani yatırım bizim ülkemizde yapma. Moldova'da başka çok şirketler Türkiye'den dilsadır şirketler geldi ama yardım da çok bu günlerde geldi. Dünki Vasileş, proştidin keseyim lafı nızı. O targı ve ekonomikçik взaymaatnoşenek Turcji ve Moldova еще поговорim подробнее. Nalin'i ожидayet наш слушatel. Bıti tabra, nadinci nauşniki. Мы работаем в прямом эфире. 249.60 номer студии. Zvanite, задavate вопросы. Gość студии, посol Moldova в Турции готовы общаться с нашим первым слушателем. Здравствуйте. Здравствуйте. Кангас, Кирилл Кириллович Штатов весь такой. Уважаемая Валентина, уважаемый Дмитрий Васильевич. Вы меня не помните, мы с делегацией были у вас на приемах, когда вы были башканом. Кангаса совершено убийство женщины, но это прошлое. Я выскажусь и заодно задам вопросы. Вы по мере возможности напишите и ответьте, если пожелаете. Уважаемый Валентина, прошу дать мне высказать, что люди приехали одни из Турции, другой из Германии для спасения Гагрузии. Господин Кройтер, вы являетесь послом Турции, представляете Республику Молдову, но соответственно автономии Гагрузии это ответственная должность, полезная работа. Ведь все договора, как вы отметили в одной передаче происходят через посла. И вы озвучили одну цифру, что товарооборот более 1 миллиарда долларов. Это хорошее достижение. Вы так тихонечко, не очень-то слышно было, вы сказали, что из автономии вывозится сырье, что нежелательно. Я тоже на этой передаче говорю о запрете вывоза зерна, гастобайтеры не прислушиваются и продолжают вывозить. Почему не соответствовали башкану влаху, чтобы запустить цедрунскую мельницу комрадскую, ведь они были государственными того времени. И отправить продукцию. Говорите, кукурузу в общем зерно превратить в мясо, сердце от корм скота. Это у нас все было. Фирма по выращиванию говядины телей и выращиванию комплекса свиней. Вы все заставили и тоже пормзал, даже влаг. Цедрунга, мельский минат в союзном масштабе все это разрушили такие чуваки, которые стараются и устроить карусель продолжить начатое. И второе. Если займетесь откормом скота, куда денете фирму Демир Агро и Агро Демир который налоги не платит, не платит, занимается купли-продажей зерно. Ведь вас господин Крой пригласили не для закрытия фирмы Агро Демир. Да, и вам не разрешить госпожа Влак, господин Крой Демир. Если вы хотите помочь государству народу, работая послом, у вас есть возможность, были возможности, есть возможность помочь открыть рабочие места совместно с Башканом заключат договора о поставке как продуктовую, так и фруктовую продукцию в другие страны. Вновь появится сады, что Влак выкачивало, откроются рабочие места. Почему вам не помочь завести оборудование для мини-цехов, расфасовки продукции, мини-заводов кукурузной палочки, оборудование для сушки и так далее. господин Кротер, вы формузал, влаг не завозите никакие оборудования из-за зависти своему народу. Эта категория носит овечьи шкуры с волчьим характером. Если вы думали о Гагузии, призываю к выконечности, пожалуйста. Секундочку, как утверждает Гагузия Просветалова, переработка зерна была бы, мясная промышленность, сушка фруктов и так далее, а сельские жители занимались бы выращиваем птиц живностью из зерновых отходов. И яйцо не стало бы 3 лея, а мясо 130. И тогда эти 200 леи нахер кому не нужны были бы. Кирилл Кириллович, призываю к лаконичности и корректности. Буду вынуждена прервать нашу с вами беседу. Благодарю вас, ваша позиция нам понятна. Дмитрий Васильевич, ваш комментарий, пожалуйста. Я тоже хочу поблагодарить Кирилла Кирилловича за вопрос, за этот комментарий, который он сейчас изложил. И хочу сказать, что я прекрасно понимаю его позицию, я прекрасно понимаю людей, которые разочарованы тем, что то, что когда-то мы имели, теперь этого ничего нет. Но, Кирилл Кириллович, давайте посмотрим правде в глаза. Это все случилось в результате развала Советского Союза. Да, мы все прекрасно помним. Я могу вам еще одну цифру назвать. Я был председателем Чадарлунского райисполкома, и мы экспортировали только на российский рынок 56 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. То есть, это все у нас было. У нас были крупные комплексы по производству говядины, у нас были крупные комплексы по производству свинины, но страна развалилась, и она развалилась, я прекрасно понимаю, не по вашей причине, и, наверное, вы понимаете, что она развалилась не по моей причине. Изменилась структура всей нашей экономики, и то, что мы потеряли такие крупные предприятия, то, что мы потеряли прекрасную мельницу, которая когда-то была в и вся республика покупала чадерлунскую муку. То, что мы потеряли такое огромное хозяйство, как колхоз «Россия», который был в Кангазе, и все его подразделения, которые производили до 1000 тонн табака и было занято порядка 500 человек на этом деле, это не наша с вами вина. Да, мы сегодня живем совершенно в других условиях. Нам надо бороться за того работодателя, за того инвестора, который бы смог восстановить все то, что когда-то мы имели. К сожалению, сегодня приходится выкорчевывать сады, потому что нет реализации. К сожалению, сегодня практически нет животноводства, потому что нет реализации. Но давайте с другой стороны посмотрим на эти проблемы. Вы прекрасно знаете, что сегодня рынок Республики Молдова просто заполонен молочной продукцией из соседней страны Украины. Почему мы это не делаем? Почему мы не можем сегодня производить у себя мясо или молочную продукцию? Но почему-то это не делается. Я думаю, что здесь нужна государственная программа для того, чтобы стимулировать, для того, чтобы дать возможность местному производителю производить это мясо. Куда это все сбывать? Рынки сбыта сегодня есть. Та же самая Турция. Она является нет импортером мяса. И мы могли бы сбывать туда и яйцо, и мясную продукцию, и молочную продукцию. Нам нужно сделать так, чтобы эти производства у нас были. К сожалению, на сегодняшний день акцент на экономику не сделан. Не только в нашей ГГУской автономии, но и в целом в Республике Молдова. Нам незамедлительно нужно менять свое отношение к экономике. И за счет привлечения инвесторов, не только зарубежных, но и внутренних инвесторов, начинать создавать рабочие места, начинать развивать производство и начинать экспортировать эту продукцию. Теперь, почему я приехал сюда? Я не буду говорить о других, которых вы называли. Я приехал не потому, что у меня там нет работы. Вы абсолютно правы, что это очень интересная и важная работа посла за границей. Я к этому возрасту накопил большой опыт. Без ложной скромности об этом буду говорить. Я хочу, чтобы этот опыт, который я накопил, был максимально полезен моему народу. У меня нет никаких других скрытых от кого-то целей. Я хочу накопленные знания, опыт использовать для того, чтобы помочь своему народу в этот сложный период выйти из того глубокого экономического кризиса, в котором мы с вами находимся. Благодарю вас, Кирилл Ильич, за ваш вопрос. Я думаю, что у нас с вами еще будет возможность обсудить это, в том числе и в Кангазе. Спасибо. Есть еще один звонок в студию. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Я вам звоню из Буржака. Слушаем вас. Я хочу задать вопрос, ну, как и реплика, и как вопрос к господину Крайтеру. Призываю к лаконичности. Да. Значит, помню господину Крайтеру, когда он был в Башканом. И даже такой случай был тогда. В тот год были большие дожди, наводнения были. Как он приехал к переезду на выезде в Чечнев, переживал о том, что уже вода переходила через шоссе и думал об этом. Но вот я о чем хочу спросить. Вот этот господин Статов, он, наверное, когда звонит вам туда в студию, он, наверное, держит перед собой все эти мониторы, печал, Конституцию, что-то еще. Будьте корректны. Вопрос к нашему гостю, пожалуйста. Значит, господин Крайтер говорит, что надо увеличить, увеличить мясо производства. Не будет оно увеличено, потому что у нас паханы все земли, которые раньше были пастбищами. На примере я хочу сказать вот и в Камрадском, и в Чернурском районе. И, может быть, я желаю ему, господин Крайтер, чтобы он стал башханом. Я за него буду голосовать. Но чтоб он не обещал, а чтоб сразу приступил к поиску тех, кто давал возможность пахать пастбища. Поэтому у нас нет и скотины. Поэтому и мясо у нас такое сумасшедшее, дорогое. И яйца действительно потрелее. Потому что нет людям, где пасти скот. И негде выращивать. Даже 20 соток, которые были раньше у людей, и те уже по-наглому отобраны и спаханы другими людьми. Вот я хочу узнать, что будет делать господин Крайтер. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо большое за этот вопрос. Он очень-очень важный. Что касается того, где мы возьмем вообще ресурсы, поскольку вспаханы все пастбища. Ну, во-первых, я думаю, что с каждой примарией мы должны определиться по пастбищам. Потому что то, что нашим чабанам, нашим гражданам негде пасти скот, это, конечно, большая ошибка. И нам нужно выделить специальные угодья для пастбищ. Это первый вопрос. И это будем делать с каждой отдельно примарией, разбираясь, сколько земли, где эта земля, почему она обслуживается, как вы говорите, людьми, которые ее используют и которым она не принадлежит. В земельных отношениях есть много накопившихся вопросов, и в них необходимо разбираться. Но я хочу вернуться к началу вашего вопроса. Как развить животноводство даже в сегодняшних условиях? Знаете ли вы, что мы на сегодняшний день продаем порядка полутора миллионов тонн зерновых, включая кукурузу, пшеницу, овес, некоторые другие кормовые культуры. Эти культуры вместо того, чтобы продавать это зерно, вместо того, чтобы продавать за границу. Сегодня вы знаете, через джурджуле, что мы экспортируем огромное количество зерновых. Через рени молдавские компании, в том числе и гагаузские, экспортируют огромное количество кукурузы, зерна и так далее. Все это можно было бы превратить в корм и экспортировать уже готовый продукт в виде мясной или молочной продукции. У нас есть огромные для этого резервы. Что касается пастбищ, повторяю, мы будем разбираться. Что касается резервов, уже сегодня запустить производство мяса молочной продукции, у нас для этого все есть. Когда мы это будем делать? Обещаний никаких я не даю, не давал, не привык давать пустых обещаний. Но хочу вам сказать, что эта задача действительно заслуживает того, чтобы ею заняться незамедлительно, сразу же после выборов. Если я буду избран, поверьте, мы обсудим незамедлительно, каким образом мы могли бы восстановить производство животноводческой продукции в нашем регионе. Для этого есть все основания. Спасибо за вопрос. Благодарю, Дмитрий Васильевич. Мы с вами говорили ранее о торгово-экономических взаимоотношениях между Молдовой и Турцией. Турция действительно играет сегодня ключевую роль в развитии экономики нашей страны. Это отмечает и руководство страны не раз, отмечая, что Республика Турция занимает четвертое место среди основных торговых партнеров Молдовы. Скажите, на ваш взгляд, Дмитрий Васильевич, сегодня есть ли еще потенциал для еще большего наращивания вот этих взаимоотношений торгово-экономических? В 2018 году, когда в октябре месяце к нам приехал президент Турции господин Эрдоган, мы заключили две страны, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Тогда мы стали стратегическими партнерами. Тогда была поставлена цель достичь товарооборота в 1 миллиард долларов. Я абсолютно убежден, что в ближайшие два года товарооборот между Республикой Молдова и Турецкой Республикой может спокойно достигнуть 2 миллиардов. Это первое. Потенциал между нашими странами огромный. Вы знаете, очень много товаров сегодня наша страна покупает по-прежнему в Китае. Для того, чтобы привезти этот товар из Китая, уходит почти месяц, иногда больше месяца. Из Турции на грузовом автомобиле в течение максимум двух дней этот товар может быть у нас. И точно таким же образом товар, произведенный в Республике Молдова, может достичь территории Турции в течение двух дней. Поэтому потенциал у нас огромный, особенно учитывая, что турецкие предприниматели проявляют огромный интерес к Республике Молдова. Этот интерес обоснован в том числе и наличием гагаузской автономии в составе Республики Молдова. Когда мы с ними общаемся на нашем гагаузском языке, И это вызывает у них огромный интерес. И мы их убеждаем в том, что у них не будет никаких языковых проблем. У них не будет вопросов в общении, они будут друг друга понимать. Для предпринимателей это очень-очень важный фактор. Поэтому я убежден, что потенциал между нашими государствами далеко не исчерпан. Он огромный. И теперь, что касается цифры, которую вы назвали. Четвертое место в товарообороте между нашими странами занимает Турция. То есть для Республики Молдова четвертое место. В 2020 году Республика Турция была на седьмом месте для молдавского экспорта. Спустя два года Республика Турция стала на второе место по молдавскому экспорту. То есть нам удалось на пять строчек поднять эту страну. Мы стали продавать значительно больше в Турцию. Мы стали значительно более открытыми для турецких предпринимателей. Они стали сюда приезжать, больше товара у нас покупать. Поэтому для меня это все показатели того, что потенциал значительно больше, чем сегодня есть. И мы сможем увеличить как товарооборот, убежден в этом, так и привлечь сюда турецких предпринимателей для того, чтобы, как чуть раньше мы с вами говорили, создавать рабочие места, увеличивать производство, обеспечивать людей работой здесь, в нашей автономии. И, конечно, экспортировать готовую продукцию в том числе и в Турецкую Республику. Но не только, но и в другие страны. О доверительных отношениях между двумя странами говорит еще один факт. Это передвижение граждан Молдовы и Турции на основании удостоверения личности, то есть внутреннего паспорта. О каких привилегиях для наших граждан можно говорить уже сегодня? Переговоры на какие темы ведутся? С 2016 года между нашими странами подписан договор о свободной торговле. Это соглашение о свободной торговле предполагает торговлю определенными сельскохозяйственными продуктами без импортной таможенной пошлины. То есть мы можем определенное количество, допустим, нашего вина продавать в Турецкой Республике без импортной пошлины. Если бы этого не было, то импортная пошлина составляет несколько сот процентов. Мы не могли бы туда продавать свою продукцию. Кроме вина, мы продаем туда, как я уже говорил, много зерновых, кукуруза, овес. Особенно много мы продаем в Турцию нашего подсолнечника. Сотнями тысяч тонн. Я считаю, что свободная торговля, которая существует между нашими государствами, она позволила значительно увеличить товарооборот. Но нам сегодня наши виноделы ставят другую задачу. 800 тысяч бутылок вина, которые сегодня Республика Молдова продает в Турцию, без пошлины, это очень мало. Сегодня наши виноделы просят поднять эту планку до 5 миллионов бутылок. Такая возможность есть? Вот в этом отношении идут переговоры. Эти переговоры идут между Министерством экономики Республики Молдова и Министерством торговли Турецкой Республики. И я надеюсь, что в самое ближайшее время будет принято окончательное решение по увеличению квот экспорта молдавского вина на территорию Турецкой Республики. Для нас это жизненно важно. Мы хотим увеличить количество сахара, которое Республика Молдова продает в Турцию. Мы хотим увеличить количество меда, которое мы продаем в Турецкую Республику. Яйцо, о котором говорили чуть выше, опять же, мы хотим значительно увеличить экспорт молдавского яйца на территории Турецкой Республики. Теперь, говоря о других привилегиях, почему так легко нам привлекать турецких инвесторов? Вы знаете, что между нашими государствами существует соглашение о безвизовом режиме. То есть, не то что паспорт, не то что виза, мы с внутренним документом Республики Молдова можем поехать в Турцию и вернуться. И точно так же турецкие граждане со своим внутренним документом, он называется у них Кимлик, могут приехать в Республику Молдова и поехать обратно. Это значительно упрощает общение между двумя народами. К сожалению, то, что мы имеем на нашей границе, в последнее время привело к тому, что некоторые турецкие граждане жалуются на то, что не так легко пройти молдавскую границу. Но я думаю, что это связано с событиями, которые происходят в соседней стране. И в ближайшее время на уровне правительств этот вопрос будет обсужден. И все существующие ограничения в этом плане будут сняты, и посещение друг друга станет таким же легким, как это было до сих пор. Но есть еще один вопрос. Вопрос туризма. Несмотря на нашу малую численность нашего государства, как мы говорили, 2 миллиона 600 тысяч человек, ежегодно Турецкую Республику посещает порядка 300 тысяч наших граждан. То есть, каждый десятый практически предпочитает отдыхать в Турецкой Республике. Это достаточно большое количество. И здесь я должен с сожалением сказать, что Турция, которая имеет население 85 миллионов, к нам из Турции приезжает ежегодно порядка лишь 30 тысяч туристов. Это очень и очень мало. За время моей деятельности в качестве посла мы неоднократно этот вопрос обсуждали с различными министрами Турецкого государства. И прежде всего это с министром культуры и туризма Турции. Мы думали, как сделать так, чтобы значительно увеличить количество турецких туристов в Республике Молдова. И мы договорились о том, что одним из способов, одним из методов этого может послужить создание специального фильма о Республике Молдова с участием самых известных турецких артистов. Этот фильм будет снят в Республике Молдова и будет показан широкой публике в Турецкой Республике. Это позволит им лучше узнать нашу страну. И я думаю, что после этого количество туристов из Турции в Республику Молдова, в том числе в нашу Гагаузию, значительно увеличится. А это позволит нам развить и туристический сектор в нашей гагаузской автономии. Благодарю. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Комрат Андрей. Саин Дмитрий Крайтор. Алло. Сеслерись сези? Боярнус. Сеслерись ищи делись сези? Чок севинник, они сези елк претендент, башкана. Чуке тени славят мяя Гагаузща, елк. Чок севинник. Счиндя адам кема не лавят табу претендентлар, онлар унуттлар, онлар Гагауз. Прости, дайсин, сечем лярчен лавит мир. Сбербашка, сорушин, сварсайды, мусафирмзе, сюльинс. Сорушин, сюлья мруще. Значит, предыдущие два слушателя обозначили проблемы. Один сельское хозяйство, второе животноводство, третий пастбище там. Значит, главная проблема гагаузской автономии, язык гагаузский исчезающий. Вот она главная, первая проблема. Исчезающим этот язык объявлен еще в 2010 году, по-моему. Прошло 12 лет. Никто об этом ничего не говорит. Действительные, макар, бирсокан адыны. Ниджаварды, Ленин, Юляда Дрэр. Ниджаварды, улица Комратта. Эпс Кюллер. Ниджаварды, Кюллер, Натлары, Эпсицы, Янлыш, Янлыш, Казайяк. Казайяк. Ама yazılı Казаклия. Хайдар варте чадыр районда. Язılı Гайдар. Кемо Гайдар. Варте чадыр. Варте чадыр. Халезон ады, Тюллікю. Хайдар, Гайдар. Он мне дадят себе. Хайдар, тут можно снашить. Хайдар, там. Огол. Казах 통ок. У�я, у3, у4, у5. Уча. 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 Саа оба. Саа оба. Саа оба. Андрей, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 2020 году приехал в Республику Молдова и после переговоров с руководством Республики Молдова, после посещения Гагаузии, было принято решение об утверждении закона об особом правовом статусе в парламенте Республики Молдова. В 2020 году наступила пандемия, самые свежие события, которые у всех сегодня на памяти. Это 2020 год, первая страна, которая прислала нам все необходимое для того, чтобы бороться с пандемией. Здесь были и маски, здесь были специальные халаты, здесь были специальные растворы для того, чтобы обрабатывать помещения и так далее. Это была Турецкая Республика. Турция никогда не отказывала в Республике Молдова в помощи. Сегодня в нашей стране функционирует агентство по оказанию помощи Турецкой Республике, которое называется ТИКО. Я думаю, что все знают эту аббревиатуру прекрасно. И через это агентство Турецкая Республика продолжает оказывать поддержку нашей стране в целом, в том числе нашей Гагаузской автономии. Одна цифра. За время функционирования ТИКО в Республике Молдова в нашей стране было реализовано более 500 проектов. 500. Турецкая Республика потратила более 80 миллионов долларов на реализацию этих проектов в нашей стране. Повторяю, включая Гагаузскую автономию, где реализованы очень масштабные социальные проекты, включая нашу больницу, включая детский сад, включая дом престарелых в Чадерлунге, включая стадион прекрасный, самый современный, наверное, в Республике Молдова. Но случилось то, что случилось в Турецкой Республике. Вы все прекрасно знаете, что 6 февраля случилось самое мощное землетрясение за последние 100 лет в Турецкой Республике. Первое землетрясение произошло рано утром, в 4 утра. Это было 7,7 балла землетрясения. Второе, спустя 9 часов, 7,6 балла. На сегодняшний день, к сожалению, погибло более 48 тысяч человек в Турции. Пострадали 11 провинций. Более 13 миллионов человек пострадали в результате этих землетрясений. И я хочу сегодня поблагодарить всех граждан Республики Молдова, всех жителей гагаузской автономии, которые не были равнодушными к тому, что случилось в Турции. Да, все эти годы Турецкая Республика помогала нам. Но когда беда случилась в Турции, наш народ тоже не остался в стороне. Всем, чем могли, включая живую силу, люди на своих машинах выехали в эту зону, которая пострадала. Оказывали людям помощь палатками, теплой одеждой, продуктами питания. Как вы знаете, наше государство направило в Турецкую Республику спасателей в количестве 56 человек. Эти люди приехали на свои техники. У них все было готово. Генераторы, питание, палатки. Они были автономны. Они работали более одной недели, пытаясь спасти людей, найти их под этими завалами. К счастью, им удалось спасти трехлетнего мальчика. Этому радовалась вся Турция. И я, как посол, получал благодарность за то, что наша страна оказала в труднейший момент Турецкой Республике, Турецкому народу всю возможную помощь. Спасибо всем нашим добрым людям, которые не были в стороне. Теперь, извините, такое большое вступление, но я хочу ответить на ваш вопрос. Имеем ли мы моральное право претендовать и дальше на Турецкую помощь? Вы знаете, несмотря на то, что случилось в Турции, Турция – это очень мощная страна. Я убежден, что Турция очень быстро восстановится от всех тех потрясений, которые она пережила в последнее время. И мы будем оставаться братскими странами, братскими народами, а между братскими странами принято друг другу помогать. Я убежден, что Турция продолжит оказывать помощь Республике Молдова. Благодарю. Поступил еще один звонок в нашу студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Меня зовут Елизавета. Я хотела бы задать вопрос. Вот был разговор о том, что о восстановлении мельницы Камрадской, Чедерлунской района. Скажите, пожалуйста, вы, будучи еще башканом начало 2000... С 99 по 2002. Ваш вопрос, пожалуйста. Хорошо. 500 человек Камрадского комбината хлебопродуктов Оики осталось без работы. Скажите, пожалуйста, как можно сейчас восстановить распродано все? Крупнейший элеватор Грузии, 36 тысяч тонн Оики, остался... Не знаю, как даже назвать, что его не могут сейчас... Могут ли его восстановить? Вот вопрос к вам. Потом у нас был кукурузокалибровочный цех. Мы снабжали... Мы снабжали кукурузой семенной даже Белоруссию и Россию. Сейчас это тоже все распродано. Скажите, пожалуйста, вы баллотируетесь в башканы? Вот диктор сказала... Прервалась связь. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич, ваш кастрюлю. Елизавета, я хочу вас поблагодарить за ваш вопрос. В принципе, вопросы мне ваши понятны. Можно ли восстановить то, что когда-то у нас было, если это все распродано? Ну, конечно, нет. Если это все распродано, то это восстановить нельзя. Речь идет о другом. Речь идет о том, что нам продавать зерно, а потом покупать муку, это неправильно. То есть, у нас есть сырье для того, чтобы производить самим здесь муку. Поэтому нам нужно создавать предприятие по производству муки. То есть, создавать эти мельницы. В Чадерлунге сегодня на месте того предприятия, которое производило великолепную муку, сегодня предприятие по производству масла. Но это совсем не мешает найти площадку. Этих площадок, я убежден, много как в Камрате, также в Улканештах, и в Чадерлунге, и в наших селах очень много площадок, где можно поставить эти мельницы для того, чтобы обеспечивать себя мукой и пшеничной, в том числе и кукурузной. Ну, что мы кукурузную муку покупаем для того, чтобы варить мамалыгу? Мы покупаем ее из Румынии. Мы сами не можем ее делать. Я вот этого не понимаю. Поэтому не нужно говорить о том, что можно ли восстановить то, что уже продано. Ну, ответ очевидный. Если это уже было продано кем-то, то восстановить это нельзя. Но то, что у нас эти производства можно создать, и для этого у нас есть сырье, это абсолютно очевидно. И мы, уважаемая Елизавета, этим будем заниматься. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Дмитрий Васильевич, и я этим вопросом было? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Халкımız, özellikle bu кышта o kadar çok para, исин, madeni ödedи, газы ödedи, ışıkları, святы ödedи. Hani, пик халкımız bu кыша сеvinемеде. Biz, если, bizim халкımız yüzü гюлсун, ta daima, beni çok bunu açık söyleме, beni çok üzülttü. Bu kadar zor vakитları bizim халкımız yaşıyor. Peki, bu bir sebep, neчем ben bu kararı aldım, katılma seçimlere, Gagauzan başkanı olma, ben istiyorum yardımcı olma, bu zor vakitlerde. Şimdi, anlayarım, bizim kim bizi sesler, kim bizi siyer eder, ona sorguluklar, nasıl yardımcı varınca olma, bu zor vakitlerde açan, bizim kendi gazımız yok, biz onu satın alayız başka ülkelerden, onlar fiyatı, onlar sanıyı koyarlar. İsteyim söyleme, burada da bir çıkış ben görüyorum, ben sanıyorum, bu taraftan da biz kendi halkımıza yardımcı olabiliriz. Allah bize vermiş, çok güneş, biz güney bir tarafta yaşayarız, biz bu güneşin potansiyelini biz kullanamayız. Ben sana ermene, biz lazım bakalım, alternatif enerji, güneş panellerini, lüzgar kuvvetini biz lazım kullanalım. 9-10 ay, ben uzmanlarla ettim bu işi, 9-10 ay, biz varınca kendimizi ısıtalım, biz varınca kendimize ışık yapalım, svet olsun bizde, sadece güneş tarafından. Türkiye burada başarılı bana kalsa doğru mu? çok başarılı, Türkiye bu taraftan çok çok yapıyor, hani kullansın, yüzde yüz, ne Allah'a bağışlamış, ben sana inanamıyorum, biz de bunu yapabileceğiz. Kim güney ülkelerden gitti, kim Kipris'e gitti, bilersiniz, yok hiçbir ev, güneş paneli o evin üstünde olmasın. Onlar kendine bundan bakıyorlar, onlar gaz belerden kabul etmiyorlar. Ama yılda 10 ay ama 12 ay, bu 2 ay, 2 ayı da biz gazla insanımıza isidarsaydık, производstığı çalıştırarsaydık, ben sana yerim, biz lazım bulalım, kendi bücretimizde, ülkenin bücretinde lazım bulalım o finansları, hani verme insana kompensasyı, insan kendini ta iyi hissetsin, insan kendini ta iyi duysun, insan söylemiştim, hani yüzü ta daima gülsün, bunu söylemene istedim. Seçimler için lafı açtık gene, döneriz, döneriz, gene bu temaya geliriz, Dmitri Veselic, ıh, Как считаете, кто прав, кто виноват и в целом, как должны были поступить власти автономии, изначально приступив только к внесению поправок? Давайте будем откровенны. Сегодня очень много наших жителей, очень много граждан Республики Молдова по-прежнему продолжает покидать нашу страну, продолжает уезжать. И в центре уже определенное время функционирует предел в 25% по выходу на выборы. Я считаю, что пришло время пересмотреть эту норму и в уложении нашей автономии. То есть от 50% избирателей плюс один голос, для того чтобы выборы считались состоявшимися, нам пора переходить на другой процент. Ну, будет это 33%, 25% это не суть важно, но то, что нужно уменьшать в связи с тем, что очень многие наши граждане выезжают, выехали и продолжают выезжать за пределы нашей Родины, я думаю, что время пришло. Другой вопрос, что это все необходимо делать в строгом соответствии с существующим законодательством, с соблюдением всех необходимых процедур. Я считаю, что разбирать, кто прав, кто виноват в этой ситуации, это будет неконструктивно. Я считаю, что это один из показателей отсутствия тесного сотрудничества между исполнительной и законодательной властью в нашей автономии. Без этого единства, без этого сотрудничества плотного, делового у нас не будет особого продвижения вперед. Нам необходимо, чтобы все ветви власти нашей гагаузской автономии работали синхронно и работали на то, чтобы повысить благосостояние жителей нашей гагаузской автономии. Если этого не будет, то у нас и не будет продвижения вперед. Что касается выборов, что теперь делать? Вроде депутаты проголосовали, Башкан не подписала, значит, норма остается прежней. Значит, для того, чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо обеспечить выход 50% избирателей плюс один голос. Можно ли это сделать? Сегодня столько дебатов на эту тему. Я думаю, вместо того, чтобы дебатировать, что уже было сделано вчера, это неконструктивно. Нам нужно всем, всем ветвям власти, нам нужно местным органам власти, нам нужно кандидатам всем объединить усилия для того, чтобы обеспечить необходимый порог явки наших избирателей. Нам нужно сделать так, чтобы избиратель был заинтересован выйти на эти выборы и проголосовал так, как он считает нужным, но чтобы он обязательно вышел. И вот тогда мы сможем обеспечить, а после этого, в обязательном порядке, я считаю, что нужно будет к этому вопросу вернуться и изменить норму выхода на выборы. Для того, чтобы не было риска, что они будут сорваны. Мы не имеем никакого права оставить нашу гагаузскую автономию без власти. Поэтому в сегодняшних условиях мобилизация всех для того, чтобы они состоялись, а в дальнейшем нам обязательно нужно эту норму пересмотреть. Дмитрий Васильевич, раз уж вы отслеживаете так серьезно, так скажем, каждый день ситуацию в ГГУ через масс-медиа, вам наверняка известно, что уровень доверия власти у населения значительно ниже, нежели это было, скажем так, 15 лет назад, может 20. Поспособствует ли работа со списками, уточнение списков избирателей, чем сейчас занимаются местные органы власти, тому, что явка будет достигнута, порог будет преодолен? Только ли это? Будет ли этого достаточно? Либо что еще надо сделать, чтобы убедить жителей автономии прийти на избирательные участки и сделать свой выбор в пользу будущего ГГУСи, на ваш взгляд? Я думаю, что работа со списками никак не убедит. Работа со списками это техническая работа, которая обязательно должна быть проведена местными органами власти, потому что в наших населенных пунктах есть люди, которые уже десятками лет не проживают, но продолжают оставаться прописанными на местах. Нам нужно, считаю, в обязательном порядке, в первую очередь местным органам власти нужно провести ревизию всех этих списков. Надо посмотреть, кто реально проживает в населенном пункте, кто будет участвовать в этих выборах для того, чтобы, как мы называем, почистить эти списки. И знать реальную картину о количестве избирателей. Да, абсолютно. Нам нужно знать реальную картину количества будущих участников этого избирательного процесса, количества избирателей. Но это только техническая часть работы. Я говорил о том, что нам нужно сконцентрировать свои усилия на том, чтобы убедить наших граждан выйти на эти выборы. Это вторая часть работы. То есть, первое, техническое, списки почистить, чтобы остались только те, кто реально проживает в нашей автономии, кто будет голосовать. И второе, надо сделать компанию, ну, не просто интересной. Надо, чтобы люди осознали, что от их выбора зависит следующие четыре года. Конечно, есть разные способы. И мне вот сказали, что кто-то раздает картофель. Кто-то раздает хлеб. Кто-то использует другие методы убеждения нашего населения для того, чтобы они вышли на эти выборы. Но, уважаемые жители нашей гагаузской автономии, и даже мешка картошки, ну, пусть и хватит его там на несколько месяцев. Хлеб, который вы получаете, да, это все нужно получать. Но задумайтесь о том, что предстоящие четыре года в этой автономии вы должны сталкиваться с руководством, которое будет интересоваться и решать проблемы этой автономии. От вас зависит, кто будет избран. Поэтому мой призыв, не будьте равнодушными. Голосуйте так, как подсказывает вам ваше сердце, предварительно, тщательно, глубоко изучив программные документы каждого из кандидатов. И обязательно обратите внимание на то, чем вообще человек занимался в этой жизни. Что он сделал. Только по тому, что человек сделал, можно оценить, на что он способен дальше. Если он использует эту должность для того, чтобы начать свою трудовую деятельность, то, наверное, это, ну, вам решать, не самая подходящая кандидатура для того, чтобы управлять целым народом и целым регионом. Я думаю, что задача кандидатов, всех, кто будет зарегистрирован, всех, кто хочет быть полезным своему народу в должности Башкана, задача этих людей состоит в том, чтобы убедить людей выйти на эти выборы и проголосовать за будущее ГГУской автономии. Вот если две эти задачи мы выполним, почистить списки и, второй, убедить наших людей, чтобы они вышли на выборы, тогда они состоятся. Убежден в этом. Дмитрий Васильевич, вы пока еще не зарегистрированы в качестве кандидата на пост главы автономии, правильно понимаю? Вероятнее всего это случится на этой неделе уже. Абсолютно правильно. Я не зарегистрирован, мы продолжаем собирать подписи. Уже есть зарегистрированные кандидаты, это господин Дудогло и господин Узун, есть также претенденты в кандидаты Чернев, Чемпоеш, Михаил Формузал, если я не ошибаюсь, еще есть кто-то, возможно, кого-то забыло. Скажите, насколько интересной, на ваш взгляд, может оказаться эта избирательная кампания? Мы сейчас не говорим о том, состоятся в результате выборы или нет, это абсолютно отдельная тема, но все же, насколько интересной окажется для вас лично эта предвыборная гонка и с кем вам было бы интереснее всего конкурировать? Вы знаете, я никогда для себя не формулирую вопрос, насколько она будет интересной. Я ставлю вопрос по-другому. Насколько результативной для гагаузского народа, для гагаузской автономии может быть эта избирательная кампания? Я считаю, что у нашего народа есть все шансы в результате выборов 30 апреля избрать свое будущее. Будет определять наш гагаузский избиратель, он будет определять свою судьбу, мы все будем определять судьбу нашей гагаузской автономии, поэтому я чуть выше и сказал о том, что мы должны быть особенно внимательными. С кем мне было бы интересно? Вы знаете, мне интересно встретиться с нашими избирателями, я хочу побывать после регистрации, конечно, в трудовых коллективах, я хочу встретиться с нашими людьми в населенных пунктах. Во всех 26 наших населенных пунктах, для того, чтобы услышать их наказы, для того, чтобы рассказать им свою программу. А всем кандидатам, которых вы назвали и которых вы забыли, я желаю удачи, я их всех знаю, я с уважением отношусь ко всем этим кандидатам. Окончательную оценку нам поставят избиратели, это произойдет 30 апреля. Да, результаты будут известны тогда. Вы были во главе гагаузской автономии с 99 по 2002, в 2001 партия коммунистов Республики Молдова пришла к власти, и влияние коммунистов тогда было достаточно сильным в целом по стране. Собственно, они и стали причиной вашей отставки с поста Башкана автономии. Как сегодня, по прошествии двух десятков лет, Дмитрий Васильевич, вы оцениваете эти события, и насколько далось сложно вам это решение? И не боялись ли вы, что кем-то ваше решение об отставке будет воспринято как, ну уж простите, трусость? Не взирая на то, что решение, я допускаю, вы принимали с мыслями о благе гагаузского народа. Вы знаете, по прошествию двух десятилетий, даже больше 20 лет прошло, я нисколько не жалею о том решении, которое я принял тогда. И я считаю, особенно сегодня, наблюдая, что происходит на границах нашего государства, в соседнем государстве, в Украине, я еще раз убеждаюсь в том, что в 2002 году, покидая свой пост Башкана, на тот момент я поступил единственно правильным образом. Давайте очень кратко напомним нашим слушателям, нашим зрителям, что было тогда в 2002 году. Центр был заинтересован в том, чтобы вместо Башкана Кройтера был их человек. Я думаю, что многие люди знают, о ком идет речь, они знают фамилии и все остальное. И Центр шел абсолютно на все, чтобы реализовать эту задачу. Нам было перекрыто перечисление пенсий, то есть наши пенсионеры не получали пенсию, чтобы они надавили на Башкана, чтобы он ушел с должности. То есть были поставлены в такие условия не только пенсионеры, наши бюджетники, трансферты, положенные нам из Республики Молдова, они были приостановлены. Сегодня мы с вами прекрасно беседуем в студии ГРТ, у нас было отключено радио, у нас было отключено телевидение. У нас из 35 депутатов Народного Собрания 25 депутатов были или перекуплены, некоторые из них сегодня здравствуют, я думаю, что они меня слышат и они знают, о чем я говорю. А некоторые из них были просто-напросто запуганы и 25 человек тупо смотрели в стол и голосовали против всех инициатив, которые выдвигал Башкан на тот момент. Работать в той ситуации было очень-очень сложно, особенно учитывая, что и у нас в регионе были некоторые горячие головы, которые были готовы отстаивать интересы ГГУской автономии, скажем так, не совсем законными способами. В этой обстановке, для того, чтобы не допустить никакого кровопролития здесь в автономии, мной было принято решение покинуть должность Башкана. Я сегодня рад тому, что у меня на руках нет крови, я сегодня рад тому, что у меня чиста совесть, и я считаю, что никакие политические амбиции ни одного человека не стоят мира и спокойствия всего народа. Я не просто не жалею о том, что я сделал, я считаю, что это был единственно правильный вариант моего поведения. Повторяю, поэтому то, что я сделал тогда, конечно, многие или недопонимают, а многие понимают, но делают вид, что не понимают. Тот контекст, который был в 2002 году, я считаю, что решение было правильным, решение способствовало сохранению мира, решение способствовало тому, что не пострадали люди. А у меня с головы ничего не упало, никакая корона, ничего. Дмитрий Васильевич, я вас благодарю за это интервью, мне было интересно с вами беседовать. Спасибо вам большое. Думаю, что еще встретимся. Спасибо большое за приглашение. И в студии, и вне студии. Благодарю. Благодарю вас. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч в эфире ГРТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!